План, который я сейчас стараюсь организовать, это выставка в Екатеринбурге, довольно крупная, должна быть. Я раньше был в Сибири, я был в Перми, я был в Красноярске, были у меня в музеях выставки. Вот в этом году будет в Екатеринбурге, в 2014-м будет в Екатеринбурге, и довольно большая площадка, почти тысяча квадратных метров. И я собираюсь сделать выставку, посвященную белому цвету, то, что связано с отсутствием цвета, именно все картины, которые у меня были связаны, именно связаны как-то с белым. Это относится и к некоторым монохромным картинам, и это относится и в основном к графике, конечно. Вот такой план у меня есть. Скульптура у меня довольно абстрактная, в основном всегда абстрактная, а пластическое искусство, то, что я что-то рисую такое, то оно в основном реалистическое. Это для меня обосновано по двум причинам. Прежде всего, мы с тобой скульптуры. Вот я, ты, мы с тобой живые скульптуры. У нас есть определенная форма. На данном этапе делать реалистическую скульптуру в виде каких-то людей, животных или птиц не предоставляется возможным по двум причинам. Я не вижу необходимости в этом. Все это прекрасно воспроизводится. То есть, для меня это еще один набор манекенов, более-менее удачных. Почему? Потому что зачем делать копию человека в большем или меньшем масштабе? Я просто не вижу никакого послания в этих вещах. Я понимаю, когда был Канова, когда был Микеланджело, у них был философский базис, и они это делали. Но и не забыть, надо не забывать, что вся эта скульптура была связана с архитектурой на тот момент, и с литературой, и так далее. Как бы с пониманием задачи искусства. Сейчас для меня реалистической скульптуры не существует ни в каком виде. Пусть даже это будет, например, Хьюорст со своей акулой, или с какими-то более поздними работами, с анатомическими. Все равно, так или иначе, скульптура не решает эту задачу. Поэтому для меня ближе, конечно, гораздо, например, Анишкопур, да, со своими простыми, с простой геометрией сфер, и с пространством, которое выворачивается или проходит сквозь чего-то. Вот, эта работа с пространством гораздо более актуальна, ну, безусловно. Но я в этом смысле тоже работаю с пространством, только немножко более простыми методами. Я, как многие архитекторы, которые используют биологию в качестве вдохновения для своих архитектурных поисков, я тоже использую биологию. Почему? Потому что, прежде всего, я осознаю себя как существо, находящееся в неком-некотором теле, в некоторой форме. То есть, я себя не отождествляю напрямую с моим телом. Я как бы понимаю, что я некое соглашение между этим телом и содержанием. И подозреваю, что скульптура тоже является собой некая форма и некое содержание. Так вот, мои скульптуры – это обычно пустотелые структуры, составленные из каких-то одних простых элементов. Ну, там, например, из брусков, из дерева, из гипсокартона, из пенопласта или из камня. Сложенные каким-то отдельным способом, они создают некое микропространство, внутри которого находится некая пустота. Вначале я связывал это именно с некой формой, которая должна нести содержание. Вот содержание – это некая пустота, некая емкость, а оболочка – это скульптура. Сейчас, на данном этапе, у меня там идет определенная трансформация в идеях. Я пока не буду говорить, какая, но так или иначе, основа в этой скульптуре – это, конечно, гармоническая идея. Это было найдено мной таким экспериментальным путем, и поэтому я не считаю необходимым выкладывать какую-то философскую базу под этим, в силу того, что я считаю, что это некие определенные законы, которые присущи природе самой, в которые мы относимся. И я для себя нашел ответ, почему люди любят цветы, любят, например, всякие морские звезды и так далее. Орнамент, кстати, тоже. Потому что в них лежат очень простые законы гармонического повторения. Также построена музыка, ну и какие-то другие формы. Сейчас не могу уже вспомнить, какие, но, в общем, тоже построены. Вот. И поэтому для себя я избрал путь вот именно такой реализации скульптуры. Во-первых, в ней нет никаких манифестов, нет нарративных моментов, в них нет никаких призывов и политических позиций. Вот. Я бы так назвал, это мелодия без слов. Вот. А слова – это уже то, что может человека, наверное, больше всего обманывать. Поэтому я на данном этапе использую для себя вот такую форму скульптуры. Академия. 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 Академия.